Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 57 зараженных за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Ограничение в еде ради очищения души. У православных верующих наступил Петров пост. Юнормейц это звучит гордо. Ученица пятой школы вошла в тройку лучших лидеров онлайн-смены. Далее расскажем по всем подробно. В России выявлено более 537 тысяч случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписано свыше 280 тысяч пациентов. С начала вспышки коронавируса в России сделано уже более 15 миллионов тестов на выявление инфекции. При этом в Москве количество ПЦР-тестов на COVID-19 достигло 3 миллионов. В столице в обязательном порядке проходит тестирование граждан с признаками ОРВИ. Помимо того, тест дают больные пневмонии, пациенты неинфекционных стационаров и все, кто проживает с заболевшими COVID-19. Также в столице организован скрининг сотрудников, которые вступают в контакт с горожанами. Обязательное тестирование проходят медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. В Нижегородской области общее число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки уменьшилось до 209 человек. В ежедневной сводке заболеваемости по регионам наша область спустилась с четвертого на шестое место. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 0,72. Это на данный момент самый низкий показатель. Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и самоизоляция. Не посещая без необходимости места массового скопления людей, вы сможете защитить себя и своих близких, отметил Глеб Никитин. Более 4700 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. В порядках 2500 человек проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах. Напомним, в Нижегородской области с 12 июня отменена обязательная изоляция для тех, кто приезжает из других регионов. Также жителям региона больше не нужно оформлять QR-коды на выход из дома. Карантин продолжает действовать в Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе. В Сарове вновь увеличилось количество зараженных коронавирусом. За минувшие выходные заболели еще 57 человек. Всего с начала пандемии в нашем городе зафиксировано 307 случаев заражения. 96 человек выздоровели. 211 горожан продолжают болеть. Из них 36 саровчан проходят лечение в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. Еще 8 лечатся в клиниках Нижнего Новгорода, Париволжском окружном медицинском центре и 23-й инфекционной больницы. В помце из 6 человек 3 средней тяжести и двое тяжелых. Вот эти тяжелые люди, которые находятся сейчас в реанимации и в очень трудном положении, как раз говорят о том и напоминают нам о том, что заболевание достаточно тяжелое. И нужно о нем помнить, несмотря на то, что многие уже расслабились и считают, что это все ерунда. И основная масса болеет легко. Все-таки тяжелые есть. Ирина Игнатьева отметила, что цепочки заражения не изменились. Это и завозные случаи передачи инфекции в семейных кругах от родственника к родственнику, а также в гостях. Более полусотни случаев заражения за выходные – это результат контактов без средств индивидуальной защиты. По-прежнему у нас есть привозные случаи именно из лечебно-профилактических учреждений, потому что в лечебно-профилактических учреждениях почти всех городов есть заносы ковид-инфекции. И там можно заразиться. И реально больные люди со сниженным иммунитетом, получая лечение по поводу других заболеваний, заражаются и приезжают сюда. Под наблюдением медиков остается 165 человек. Специалисты настоятельно рекомендуют при посещении общественных мест, а также на работе используют средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. В группу «Канал-16» в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, нужно ли закрывать город на карантин. Чуть более половины респондентов ответили отрицательно, так как считают, что это уже слишком поздно делать. 41% участников опроса высказались за закрытие города. 7% все равно, объявят карантин в городе или нет. С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. В повышении выплат коснется пенсионеров, опекунов, несовершеннолетних детей. Также с 1 июля начнет действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсии работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Им сделают перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Кроме того, появятся две новые плановые льготы. Доплата за возраст, начиная с 75 лет, и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух мрот. Другая важная информация в подборке коротких новостей. До 30 июня прокуратура Нижегородской области проводит горячую линию по вопросу защиты прав семьи с детьми при предоставлении мер социальной поддержки. Сотрудники регионального ведомства ответят на вопросы, связанные с нарушениями порядка назначения и осуществления ежемесячных и единовременных денежных выплат. Звонки принимают с 9 утра до 6 часов вечера по телефону 8 831 414 22 20. Департамент городского хозяйства приглашает саровчат принять участие в конкурсе на лучшее оформление пролегающих территорий. Заивки принимают в кабинете номер 422 администрации до 1 декабря 2020 года. К документу нужно приложить фотографии объекта. Победители и призеры получат ценные призы. Более подробную информацию можно получить по телефону 977 68. Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Мамочка, мой ангел». Конкурс проводил отдел образования и катехизации Нижегородской епархии при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики региона. В проекте приняли участие более полутора тысяч детей в возрасте от 2 до 7 лет. Первое место в возрастной группе от 2 до 3 лет заняла воспитанница детского сада номер 9 Варвара Михайлова. Среди малышей от 4 до 5 лет второе место заняла работа Мирослава Гладышевой из детского сада номер 41. Беспечность горожан опять сыграла на руку любителям легкой наживы. Владельцы двухколесного транспорта по-прежнему оставляют технику на лестничных клетках, порой даже не пристегнутой. В итоге велосипеды с улиц Академика Харитона и Зернова злоумышленники увезли в неизвестном направлении. Чем еще запомнилось в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На прошедшей неделе произошло два ДТП с пострадавшими. На перекрестке улиц Зернова и Садовой столкнулись автобусы и автомобиль марки «Део». В результате аварии пассажирка городского транспорта попала в реанимацию. Водитель автомашины «Део» при повороте налево не вступил дорогу рейсовому автобусу «ЛиАЗ». В результате чего пассажирка данного автобуса получила при падении, получила телесные повреждения. Значит, у нее это черепном сгаре травма, перелом свода и основание черепа. Состояние пострадавшей пока неизвестно. Врачи продолжают обследование. Еще одна авария произошла на улице Силкина. Пенсионер на «Шевроле», выезжая из парковки торгового центра, не уступил дорогу мотоциклисту. Мотоциклист получил у нас телесные повреждения, перелом правого запястья со смещением, вывихли и выключиться. Был госпитализирован в термотологическое отделение КП-50. С 11 по 14 июня сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую операцию «нетрезвый водитель». Шестеро саровчан попались правоохранителем при вождении в состоянии опьянения. Один водитель мотоцикла, значит, не имеет соответствующей категории. Категория А, потому что мотоцикл был, значит, более 50 кубических сантиметров у него объем двигателя. Вот. «нетрезвым состоянием», значит, без категории. Вот. Не остановился на требования сотрудников. Пытался скрыться, но был задержан оформлен. Это в районе 4-го КП. Себе происходило. Вот. Оформлен уже в Яблому саду. На этой неделе сотрудники ГИБДД будут активно проверять водителей грузовых автомобилей и такси. С 18 июня правоохранители проведут операцию «Баохоз» по выявлению саровчан, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 27 дней, чтобы достичь самосовершенствования путем добровольного воздержания. 15 июня у православных христиан начался Петров пост. Он установлен в память о том, как апостолы Петр и Павел постились перед проповедью. Пост начинается в понедельник, через неделю после Троицы. В это время верующие ограничивают употребление мясной и молочной пищи, отказываются от некоторых повседневных дел. Петров пост – летний многодневный пост. Его соблюдают в честь памяти двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла. Продолжительность поста каждый год разная. Она зависит от даты празднования Пасхи и может составлять от 8 до 42 дней. В этом году он начнется 15 июня. Начало этого поста зависит от такой даты, как дата Пасхи. На 50-й день после Пасхи мы празднуем сошествие Святого Духа, а через неделю по традиции начинается Петровский или, как его называют, апостольский пост. Пост может длиться в зависимости от лунного календаря – от одной недели до полутора месяцев. Петров пост, в отличие от великого, не такой строгий. В этот период нельзя есть мясо, молочную продукцию и яйца. Основа постного стола составляет зелень. В этом посту разрешается вкушение рыбы, растительного масла, кроме дней, среды и пятницы. Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области открыты для богослужений почти все храмы. Храм царственных срастотерпцев тоже работает, но с некоторыми ограничениями. В его помещение нанесли разметку, которая поможет соблюдать социальную дистанцию. Поэтому пока храм вмещает не более 50 человек. На входе всем прихожанам выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиками. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Ребята из юноармейских отрядов 5-й и 10-й школы Сарова стали участниками первой смены областного онлайн-лагеря «Юноармеец. Это звучит гордо». Все мероприятия проходили на площадке сообщества «Патриот-52» сети ВКонтакте. Пять дней мальчишки и девчонки выполняли различные задания организаторов, принимали участие в онлайн-экскурсиях, участвовали в исторических квизах. Ученица школы номер 5 Мария Головина вошла в тройку самых активных лидеров. Раз, боевая стойка. Два, блок прямой. Три, удар голень. Четыре, разворот, удар ребром. Этот ролик предназначен не для бойцов спецназа, а для мальчишек и девчонок онлайн-лагеря «Юноармейц. Звучит гордо». Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Все, что может существовать дистанционно, ушло в онлайн. Новый формат лагеря для своих активистов предложила и «Юноармия». Онлайн-смена прошла с 1 по 5 июня в социальной сети ВКонтакте. От Сарова в ней участвовали несколько ребят из 5 и 10 школ. Каждое утро у нас начинались зарядки. Зарядки были очень интересные. Во-первых, их проводили олимпийские чемпионы. И это было очень энергично. Если честно, если бы не было этой онлайн-смены, я бы просто спала все утро, а так какой-то заряд бодрости все равно получала. Организаторы подготовили для ребят интересную и разноплановую программу. «Юноармейцы» учились готовить под руководством шеф-поваров ресторанов, отвечали на вопросы тестов викторин, а также познакомились с интересными местами на онлайн-экскурсиях. Задания давались утром. Выполненную работу нужно было сдать до 7 часов вечера. Самое легкое, наверное, было готовить. Это было очень вкусно. Вот просто все, что мы приготовили, мы всей семьей съели. И это было, во-первых, весело и интересно, ну и быстро достаточно. А вот самое сложное, наверное, это было написать социальный проект. По результатам смены командир отряда «Барс» 5-й школы и член российского отряда «Юноармейцев» Мария Головина вошла в тройку самых активных лидеров. Организаторами смены были также отмечены еще три саровчанки – Анастасия Павлова, Алина Малышева и Анжелика Баканова. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ24. Пандемия и самоизоляция больно ударили, в том числе и по спортивной сфере. Закрыты фитнес-центры, отменены тренировки, проведение чемпионатов по хоккею, футболу, баскетболу – также под вопросом о том, как в сегодняшних реалиях живет футбольный клуб СОРОВ. Смотрите далее. Уже два с половиной месяца футболисты СОРОВа живут без полноценных тренировок. Тренерский штаб разработал для игроков план дистанционных занятий для потяжания общей физической формы. Групповые тренировки по-прежнему запрещены, пока нет никакой ясности, когда футболисты смогут выйти на поле. Мы с футболистами поддерживаем плотную связь, то есть мы их контролируем, разговариваем с ними. Поэтому если в любой момент скажут начинать, мы будем собираться и тренироваться, и готовиться, и начинать турнир. Тяжело, но я думаю, что поправится в скором времени вся эта ситуация, и они вернутся, и будут заниматься. Решением исполкома РФС до 31 июля включительно запрещено проведение всех спортивных соревнований по футболу, за исключением премьер-лиги. Она возобновляет турнир со следующей недели. Как будут проходить чемпионаты с 1 августа, тоже пока не до конца понятно. Ну вот, допустим, премьер-лига, которая начинается в следующей неделе, да, там говорят о том, что болельщиков будет ограничено количество, порядка 10% вместимости стадиона. По нашим турнирам пока вообще никакой прояснений никаких не давали. И, возможно, начнется турнир с отсутствием болельщиков на стадионе. Также, возможно, турнир будет короткий в один круг. Если играть каждый выходной, получится примерно 12-14 игр. Не исключено, что часть команд откажется от участия в таком усеченном состязании. Вынужденный и простой может сказаться и на положении лидера в турнирной таблице и уровне чемпионата области. Если в состав Сарова входят игроки-любители, которые занимаются футболом в свободное от основной работы или учебы время, то есть в регионе и команды с профессиональными спортсменами, которые получают зарплаты в клубах. Руководители клубов, которые имеют футболистов на, скажем так, полном пенсионе, боятся, что они прекратят футбольную карьеру, уйдут в другие сферы деятельности и, скажем так, уровень чемпионата просядет. Вряд ли что-то пока поменяется, если в этом году мы начнем чемпионат. Если чемпионата не будет, то ситуация будет совсем другая, конечно. То есть, если она продлится до конца года или чемпионат будет только следующий в 2021 году, то это, возможно, поменяет расстановку сил. Пока же игрокам, тренерам и руководству футбольного клуба «Саров» остается только ждать новых послаблений и решений областного правительства. Полное интервью с Вячеславом Феоктистовым смотрите в новом выпуске программы «Дополнительное время» с 19 июня. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...